Приветствую вас, аноним. Давайте разберём ваш вопрос, благо есть о чём поговорить, есть что сказать. Ну, во-первых, как-то агрессивно вы, на мой взгляд, подходите к проблеме, то есть как себя вести со всеми мужчинами так, много внимания, если расставаться, как заставить его пожалеть. То есть здесь как-то всё больше не про любовь, а всё больше про вас через мужчину. То есть про то, что вы хотите, про то, что вы пытаетесь через человека реализовать что-то, что нужно вам. Сложно, конечно, вот так однозначно сказать, о чём идет речь. Может быть, одиночество боитесь. Может быть, он вам нужен для чего-то. Но факт остаётся фактом, что вы встречаетесь с мужчиной. Мужчина сидит на сайте знакомств, говорит, что у него нет девочки, занимается виртуальным сексом, по сути, изменяет, да? Хотя виртуальный секс, наверное, не считается, но при условии, что партнёры его принимают спокойно. Что это говорит? О чём это говорит? Это говорит о том, что у вас мужчина не уважает. Вами вас не уважают. Он сделал вам предложение, ему с вами удобно, ему с вами хорошо. Я уверен, что в какой-то степени вы много чего-то не делаете. Вот. Ну, с вами хорошо. Именно поэтому он и сделал предложение. Но уважать вас мужчина не уважает. Ценить вас мужчина не ценит. Почему мужчина не ценит вас? Почему мужчина вас не уважает? Потому что вы не цените себя. И не уважаете вы тоже сами себя. Вот. Кажется вам что-то неприемлемым, неприемлемым в действиях мужчин. Вы говорите ему об этом. И всё. И расстаётся. А тут, получается, вам что-то не нравится. И вы ничего не делаете. Ну, кроме только того, чтобы выносить человеку мозг. Вы ничего не делаете, чтобы это изменилось. Вы не предпринимаете активных действий. Вы не уходите, не расстаёт и прочее. Ну, не очень, не очень. Понятно. Как это делать? Дальше. Значит, ну вы не пишите, сколько вы живёте мужчины временно. Было бы, конечно, очень полезно. Понять, знаете, что. Что вас объединяет с мужчиной. Именно объединяет. Что вас объединяет с человеком. Потому что, пока. Я, на данный момент, я бы сказал, что у вас, ну, такие, чисто, чисто гендерные, чисто гендерные отношения. К сожалению. Что такое чисто гендерные отношения? Это отношения, в которых люди воспринимают друг друга только как мужчина и женщина. И всё. И всё. И всё. То есть, какой-либо личностной, какой-либо человеческой, сферы, человеческой составляющей. Нет. То есть, если вам мужчина сделает предложение, опять же, само по себе ни о чем не говорит. Ну, именно вот, само по себе, да, ни о чем это не говорит. Потому что мужчина сделал вам предложение. Вот. Так же, это не совсем понятно, что вы ему ответили, и что для вас значит. То, что он сделал вам предложение. Насколько вам важна семья, если она вам важна вообще. Вот. И как вы это всё воспринимаете? То есть, проблема, она в этом. Здесь, что мужчина вас не ценит и не уважает, там что вы не цените и не уважаете сами себя. Да. Вот. И воспринимает вас, ну, чисто как женщину. То есть, о том, чтобы воспринять вас, воспринимать вас, как ещё и личность, да, как и человека, к сожалению, речь не идёт. И в этом, это ваша, в том числе, ответственность. Дальше. Значит так. Я с ним ласковый, но секс 99% по моей инициативе. Ну, опять же, здесь не совсем понятно, да, если вы с ним ласковый, если вы ласковый с человеком. То, какая разница по чьей инициативе секс? Да. Если вам не нравится, к примеру, что только по вашей инициативе секс, то лучше вообще его не инициировать. Вот. А то получается, что вы ласковый с ним, но при этом, знаете, ну. как будто вы это делаете, ну, для себя. Вот. Такое у меня ощущение. Вот это у меня такое ощущение, что вы с человеком ласковый. только, чтобы, вот, для себя стать получше, стать получше, 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 получше. Но ничего хорошего, как мне кажется, в этом нет. Вот. Такая вот история. Дальше. Следующий момент. Я симпатичная, стройная, что не так. В том, как вы себя воспринимаете. Дело не только потому, что вы с эмпиатичные стройные, а дело в том еще, какая в наших, в наших, в наших, между людьми, связь. В том числе связь, ну, духовная в том числе связь, потому что, ну, я не думаю, что вы будете, например, спорить тем, что не всё, далеко не всё упирается только и исключительно в симпатичности и стройности, вот. Особенно речь идёт о браке, ну, о семье. Кстати, куда и зачем вы торопитесь, например, создать семью, семью в семью, да, ну, тоже надо бы рассмотрать. Ну, момент, потому что важно. Дальше, если вы наш мозг только по причине его невнимательности ко мне, важно понимать, что вам не хватает его внимания, и что проблема это ваша. Она заключается в том, что вы не чувствуете себя значимый, не чувствуете себя ценный, но перекладываете ответственность за это на молодого человека, что ведёт, естественно, к негативу. Так, ну, когда на работе, не будешь не заняться на постоянных сетях, а должен заняться на охлаждение и хлеб за другими. Ну, опять же, это всё про ваши собственные страхи и про неуверенность в себе. Он или переводит разговор, или раздражается, потому что не воспринимает всерьёз. Чего ему не хватает, я не понимаю, но человек, который любил бы и ценил бы себя, себя, не его. Я его люблю. Ну, тут мой коллега меня опередил, спросил, как проявляется ваша любовь. Может, всем мужчинам это нужно. Вот видите, вы пошли в рационализацию. Может быть, всем мужчинам это нужно. Кому? Всем. Мы же про вашего мужчину говорим. И про ваш выбор. При чём здесь все мужчины? Много женского внимания. Но, опять же, стоимость многое, стоимость женского, стоимость внимания. То есть, каждое слово это, по сути, стереотип. Как не вести себя, чтобы изменить его отношения? На детских бедностях всё лучше. Или доставить пожалеть, если решил вставаться. Зачем? Зачем? Вам? Чтоб он жалел. Для чего вам? Это. На этом всё на них. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Удачи! 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 Продолжение следует...